Христос воскресе, дорогие отцы и матери, братья и сестры! От всего сердца, от всей души поздравляю вас с мироспасителем, светлым праздником Светлого Христового Воскресения! Благожелаю всем нам, чтобы каждый из нас светил светом Христовой любви для своих близких и родных, чтобы люди видели нашу любовь ко Господу Богу в добрых делах, и через нас прославлялся Господь Спаситель. Дай Господь Бог, чтобы в наших семьях пребывал мир, любовь, согласие, взаимопонимание и доброта. Святотеческая мысль гласит о том, что в последние времена нас спасут доброта, смирение и любовь. По мнению святых отцов, доброта нас приведет к квартам рая, смирение нас ведет в сами райские чертоги, а любовь покажет нам Господа Бога. Есть такая другая мысль святых отцов, что милосердие, молитва и пост нас приведут к квартам райским, а милость и святое причастие откроют нам врата райские. Будем приходить ко Господу Богу в таинцах покаяния и святого причастия. Хотелось бы, чтобы в эти праздничные дни наши детки радовали нас своими успехами в учебе. Дай Господь Бог, чтобы был мир в наших семьях, мир в наших душах, чтобы был мир над нашими главами, чтобы поскорее разрешилась ситуация с нашим братским украинским народом, чтобы мы воссоединились, как говорят современные богословы, Россия, Украина, Беларусь – это все одна единая святая Русь. В эти дни у нас есть возможность деятельно показать свою любовь ко Христу через любовь к ближнему. Каждому из нас есть возможность сделать посильное доброе дело для ближнего своего. Господь сказал две главных заповеди. Первое – люби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Второе – люби ближнего, как самого себя. Нам нужно для того, чтобы мы смогли спасти свою бессмертную душу, проявлять эту любовь на деле. Есть такое изречение, что высшая наука быть мудрым, а высшая мудрость быть добрым. Академик Лихачев говорит, что ум, соединенный с добротой, это и есть правильное состояние души. А где ум без доброты – это хитрость. Да, Господь Бог, чтобы мы были сами мудрыми, рассудительными, добрыми христианами. Не забывая о том, что если мы любим Господа Бога, то мы и должны любить ближнего своего. По мнению святых отцов, Господь Бог – это середина и центр нашей жизни. А отношение к ближнему – это и есть отношение к Господу Богу. Как если в центре взять Господа Бога, а в окружности нас с вами людей, то приближаясь к Богу, мы приближаемся друг к другу. И наоборот, отдаляясь друг от друга, мы отдаляемся от Господа Бога. Дай, Господь Бог, чтобы нам хватало сил для того, чтобы сиять светом Христовой веры для каждого из нас. Мне очень нравятся слова апостола Петра, который сказал нам, когда Господь Бог позвал его идти по водам. Апостол Петр сказал, Господи, если это Ты, повели мне, и я пойду. Вот дай Бог, чтобы у нас с вами была крепкая вера и упование на милость Божию. В светлые Христовые дни будем стараться делать посильные добрые дела. То, что возможно, будем делать с чистым, добрым сердцем. Храни нас все, Господь, благожелаю всем нам в семьях мира, спокойствия, взаимопонимания. И уделяйте время друг другу. Храните свои семьи, берегите своих детей, близких и родных. Заботьтесь о них в первую очередь. Памятные слова апостола Павла. Тот, кто не заботится о своих родных и близких, тот отрекся от веры и хуже неверного. Подобно тому, кто отрекся от веры и хуже неверного. Будем стараться любовью проявлять свою деятельную жизнь во Христе. Благожелаю всем нам крепкого здравия, души спасения. Есть такое хорошее изречение. Будем жить вечно, быть добру. Спаси, сохрани и помилуй нас всех Господь Бог, воскресший Христос. Дай Бог всем нам помощи Божьей в деле спасения души. Храни всех Господь, Христос воскресе, воистину воскресе.